Сергей Викторович, канал Россия, Сергей Менгажев. У меня такой вопрос. Вы сказали, что договорились не разглашать содержание разговора по мирному договору. Тем не менее, вы сказали, что этот диалог будет продолжаться на основе Декларации 1956 года. Не могли бы вы расшифровать вот эту формулировку, что значит с российской стороны развивать диалог на основе Декларации 1956 года, с учетом того, что в 9-й статье сказано про два острова. И в последнее время, как бы вы могли прокомментировать, что в японской прессе вновь появились сообщения о готовности Токио рассматривать вариант решения курицкого вопроса 2 на 2? В Декларации 1956 года четко зафиксировано, что наша страна и Япония подписывают мирный договор, и затем мы будем только рассматривать вопрос территориального размежения. И никак иначе, только в такой последовательности. Поэтому мы продолжаем разъяснять нашим японским коллегам необходимость заключения мирного договора, который был бы не просто мирным договором, подписываемым на другой день после окончания войны, а который все-таки отражал бы десятилетия, прошедшие с тех пор. И отражал бы нынешний уровень отношений между Россией и Японией, а самое главное, задавал бы ориентиры для их дальнейшего развития. Потому что и президент России, и премьер-министр Японии многократно подчеркивали необходимость нахождения такого решения, которое было бы поддержано народами обеих стран. А для этого нужно отношения вывести на качественного уровня, в общем, чем мы сейчас и занимаемся. Сергей Викторович, президент Дональд Трамп недавно заявил, что готов к переговорам с иранской страной, если они захотят этого. В Москве намерение стать как посредником между американцами и Ираном с одной страны, а с другой стороны между Ираном и ее соседями в Персидском заливе. А также, как в Москве относится к намерению Косовского властей и местного прокурора требовать лишения дипломатической неприкосновенности российского представителя ООН? Еще раз последнее, не понял. Как в Москве... Может, от микрофона скажи просто, чтобы... В Москве, как смотрят на намерения Косовского властей и местной прокуроратуры лишить приступить российского представителя ООН? Все понял. Огромный опыт позволяет задать 4 вопроса за 30 секунд. Но что касается отношений между Соединенными Штатами и Ираном, мы не навязываем свои услуги. Мы будем приветствовать начало переговоров, как мы приветствуем процесс переговорный между Соединенными Штатами и Северной Кореей, как мы считаем, важно налаживать переговорные процессы по венесуэльским делам. Но мы убеждены, что вести переговоры с позицией «Сначала я вас экономически задушу, а потом вы будете умолять нас договариваться», это не та тема, которую мы можем воспринимать в качестве модели для поведения на внешнеполитическом фронте. Мы за взаимоуважительный, без каких-либо ультиматумов и предварительных условий разговор. Иранское руководство уже ответило на эти заходы Соединенных Штатов, подчеркнув, что в условиях шантажа, в условиях удушающих санкций, которые Соединенные Штаты пытаются навязать всему остальному миру в нарушение резолюции СССР, диалога не будет. И, повторяю, еще раз мы будем поддерживать любые контакты, которые стороны смогут начать на основе взаимного уважения по обоюдному согласию. Что касается отношений между Ираном и его арабскими соседями в районе Персидского залива, я уже комментировал этот вопрос. Много лет назад Россия, устами президента Путина, выступила за начало процесса укрепления доверия и формирования системы безопасности в Персидском заливе. Примерно так же, как это в свое время состоялось в Европе, когда начал был Хельсинский процесс, завершившийся принятием Хельсинского заключительного акта и созданием тогда совещания, а теперь уже Организации по безопасности сотрудничать в Европе, мы думаем, что, конечно, не бывает идентичных ситуаций на 100%, но во многом опыт Европы может быть применен и к Персидскому заливу, когда Совет сотрудничества арабских государств залива и Исламская республика Иран могли бы договариваться о транспарентности в военных действиях и в военной деятельности, приглашать друг друга на учения и реализовывать другие меры доверия. Но для того, чтобы им помогать, в таком процессе могли бы участвовать и постоянные члены Совета безопасности ООН, представители Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества, Европейского союза. Это предложение остается в силе, и я думаю, что инициатива Тегерана о заключении договора о неприменении силы друг против друга является шагом именно в этом направлении. Я знаю, что не все, но целый ряд стран, участниц Совета сотрудничества арабских государств, и Руссидского залива готовы эту инициативу рассматривать. Мы будем готовы способствовать этому процессу. Что касается поведений властей Косова, то они явно, как говорится, отбились от рук тех, кто ими делал вид, что руководит. На самом деле, получается, они никого не слушают, а руководить им ими пытались и Евросоюз, и Соединенные Штаты. То, что из этого получилось, показывает итог. Итог печален. В результате вот такого покровительства со стороны Запада у Косовских властей сложилось ощущение безнаказанности и вседозволенности. И их абсолютно неприемлемое поведение в отношении российского участника миссии ООН в Косово, оно не может быть ничем оправданным. Ну, а их попытки лишить нашего представителя полномочий, лишить его статуса, которым обладают сотрудники миссии ООН, это очень серьезный вопрос, и на него должны реагировать представители ООН. Глава миссии ООН в Косово, господин Танин, занял принципиальную позицию и не будет потакать подобного рода заявлениям и намерениям властей в Приштино. Они уже слишком многие свои обязательства просто перечеркнули и растоптали, включая обязательства, заключенные при последничестве Евросоюза года 4 назад, создать сообщество сербских муниципалитетов в Косово. Они нарушили резолюцию 1244 и в том, что объявили создание своих вооруженных сил, что им запрещено. Но и многое другое из того, что они предпринимают, показывает, насколько опасно спускать с рук последовательные, многочисленные нарушения международного права со стороны тех или иных участников конфликтных ситуаций. Мы твердо будем добиваться того, чтобы резолюция 1244, которая определила параметры Косовского урегулирования, чтобы она уважалась всеми и чтобы любое решение было только результатом свободного, взаимоприемлемого процесса между Приштино и Белграбом. Николай Иванов, Известие. Сергей Викторович, в контексте дискуссии по мирному договору ощущается ли влияние на позицию Японии США? Ведь когда-то в 1950-е годы как раз переговоры на основе декларации 1956 года были сорваны из-за США. И вдогонку вопрос, как Вы можете прокомментировать вчерашнее заявление Соединенных Штатов о том, что Россия якобы нарушила мораторий на ядерные испытания? В.Насчет влияния Соединенных Штатов на российско-японские отношения Я не буду вдаваться в детали, но то, что Япония постоянно на высшем уровне в том числе подчеркивает фундаментальный характер военного союза с Вашингтоном, это факт, и он, естественно, нашими японскими коллегами принимается во внимание самым активным образом во всех, во всех, без исключения их внешнеполитических контактах, не только в отношениях с Российской Федерацией. Относительно заявления о том, что Россия якобы проводит некие ядерные испытания, но бредовость этих домыслов, она уже была обозначена и представителями организации по запрещению ядерных испытаний, и уважаемыми авторитетными экспертами в самих Соединенных Штатах. Наверное, после того, как русскоговорящая женщина оказалась наибице боснийкой, надо что-то новое придумать. А можно еще один вопрос? Здравствуйте, японское информационное агентство Киодо Цушин. У меня вопрос по поводу совместной экономической деятельности. И сейчас у Вас очень активно переговоры идут по этой области, и там есть пять областей. Значит, это выращивание морепродуктов и выращивание овощей на теплице, и туризм, и утилизация мусоров, и еще один, да, электроэлектростанция. И с Вашей точки зрения, какая область самая надежная? И до конца июня у Вас будет какая-то договоренность в этой теме, да? Если Вам можно подсказать Ваше мнение. Знаете, все эти пять областей, они ничего из себя такого сенсационного не представляют. Это невысокие технологии. Но это области, которые напрямую связаны с жизнью людей. Это касается и аквакультуры, и мусора, и туризма, энергии ветра. Поэтому мы активно поддерживаем налаживание диалога по всем этим вопросам с тем, чтобы начать реализацию практических проектов в каждой из этих областей. Но одновременно, конечно, говорим нашим японским друзьям, что нельзя ограничиваться только этими областями сотрудничества. Надо искать новые, в том числе и высокотехнологичные сферы приложения совместных усилий в рамках этой хозяйственной деятельности на известных островах. Второй вопрос был у Вас. А какой области это приоритетно переговоры идут сейчас? Из этих вот областей, но они все заслуживают внимания. Там есть такой системный вопрос, который касается свободы передвижения. Потому что для того, чтобы заниматься совместной хозяйственной деятельностью, желательно не иметь препятствий для перемещения между Японией и Российской Федерацией. И в рамках совместной хозяйственной деятельности создана рабочая группа специально. Есть группа по бизнес-моделям, есть группа по юридическим вопросам, есть группа по свободному передвижению. И вот в рамках этой группы обсуждается тема, которая важна для всех пяти направлений. Свободная возможность приезжать, уезжать и еще раз приезжать. И для россиян, которые связаны с японскими партнерами, и для японцев, которые будут задействованы в реализации этих пяти правил. Спасибо большое. Японская газета Асахи, меня зовут Ищи Вас. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Если учитывать ситуацию безопасности в АТР, или вопрос мнения внутри России, или отношения между Россией и США, то передача островов в Японию, мне кажется, невозможная. А вот тогда вот, почему в ноябре прошлого года Россия договорилась ускорить процесс переговоров на основе декларации 56-го года, где вот там указано возможность передать два островов? Можно без микрофона, очень фонит сильно. Вы спросили, что, как были это отношения с США? Учитывая, вот, разные ситуации вокруг России, да? Вот, когда БАФС в АТР, или отношения между Россией и США, или вот вопрос россиян. Почему мы всем вот почти все против АТР? Потому что, АТР, как-то, есть такая ситуация. Вот, вот, какой был вопрос, который был. Почему в ноябре прошлого года Россия, когда у нас не было использования против перевода на основе декларации, Во-первых, конечно же, ситуация в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет прямую проекцию на наше отношение не только с Японией, но и со всеми странами этого региона. И то, что Соединенные Штаты в своих доктринальных документах объявили Россию и противником, и врагом, и постоянно официально заявляют, что нас надо урезонить, в том числе допуская некие превентивные военные меры, конечно, мы не можем это пропускать мимо ушей. И, конечно же, мы обращаем на это внимание наших японских партнеров. Причем обращаем внимание в том смысле, что такая агрессивная риторика Соединенных Штатов сопровождается постоянным подтверждением японскими руководителями на высшем уровне фундаментального характера военного союза США. Сопоставьте два этих факта воедино, и вы поймете, в чем проблема здесь для нас заключается. Надеюсь, что японские коллеги тоже это понимают. Но, говоря о декларации 1956 года, мы никогда не отказывались от этого документа, в отличие от Японии, которую американцы, как вы правильно сказали, заставили подвесить ее реализацию, заключив в 1960 году договор о военном союзе. Но президент Путин с первых дней своего президентства подчеркивал, что мы будем ответственно подходить ко всем обязательствам, под которыми подписался Советский Союз. Россия – государство-продолжатель Советского Союза. В качестве таковой она признана всем международным сообществом. Поэтому мы готовы выполнять все документы, заключенные страной, называвшейся СССР, включая декларацию 1956 года, которая гласит признанием того, что у нас должен быть мирный договор, а мирный договор невозможен без признания итогов Второй мировой войны, а затем Советский Союз, как там написано, в духе доброй воли и идя навстречу интересам японского народа, готов решать и вопрос пограничного размежевания. Вот сам факт, что обозначена основа такой перспективы в качестве доброй воли Советского Союза и его стремление учесть интересы японского народа, означает только одно, что эти острова в момент подписания декларации рассматривались обеими сторонами как неотъемлемая часть территории Советского Союза. И без признания этого факта двигаться на основе декларации практически невозможно. Я не хотел бы вдаваться в более подробные детали, но то, что я сейчас сказал, не является секретом, это наша позиция, поэтому мы не нарушаем договоренности с японскими коллегами о том, чтобы подробно не комментировать ход наших переданий. Спасибо.